Занесло мято давеча в еще одну выживалку, называется Рафт. Чем-то концептуально похоже на сабнафтику, только в последней мы были на чужеродной планете в абсолютном одиночестве и исследовали мир подводный, попутно строя базу и отбиваясь от разных там акул, левиафанов и прочих уродов космических. В Рафте все это более упрощенно. Мы стартуем на крошечном плоту, причем стартуем из ниоткуда, без предыстории, без падения, ничего такого там нет. Просто стартуем на крошечном плоту размером 3х3, кажется. Чисто чтобы хватило места для стояния. Этот плот плывет куда-то вперед, повинуясь каким-то своим, одному ему, знаете ли, введомым воздушным потоком. Вокруг безграничное море. Поначалу создается ощущение, что ты вовсе стоишь на месте, точнее, создавалось бы, если бы, ни одно серьезное но. Мы плывем на нем, на плоту, через поток, блин, мусора. Да, сразу понятно, на какой мы планете. Какую еще мы успели так засрать? Сплошные бутылки, канистры, обрывки пластика и еще там какое-то дерьмо, а также доски и пальмовые листья, что странно. Также иногда проплывают бочки, в которых помимо названного могут лежать камни, иногда даже картошка или свекла, причем жареные. Уж не знаю, кто их туда складывал в таком странном порядке, но факт есть факт. Но понятно, в общем, что это условность. У нас есть крюк, которым мы должны вылавливать ресурсы, и за счет этого отвоевывать тебе жизненное пространство. Для начала неплохо было бы расширить плод, но только ты ж не будешь потом плод жрать и пить, да? Стоит позаботиться о провианте. Построить опреснитель, построить костер, на котором можно готовить соответствующие продукты. Да и потом ты не будешь же жить на вылавливаемых из бочках редисках, правильно? Валяй, разбивай садик, посади картоплю, она полезна, ее даже ведьмаки едят. И вот тогда появится один из твоих самых мерзких противников. Птица, которая задолбает склевывать твои посевы. Конечно, ее можно пострелить и жарить, но это не всегда удается по причине отсутствия инструментов. Когда плод маленький, это не страшно. Вот когда он уже разросся, и ты слышишь, как эта зараза жрет твою редиску и бежишь через весь плавучий город, чтобы согнать ее. Ты прибегаешь, а там уже изгонять нечего. Все, сожрала тварь. На этом фоне основной враг в игре акула покажется не такой уж и мерзкой. Хотя, это как посмотреть. Да, вокруг тебя постоянно плавает акула. Видимо, жрать доски и пластик ей надоело, вот она и преследует тебя. Стоит упасть в воду, как тут же получишь шрам на жопе в виде акульевых зубов. Благо, регенерация в игре довольно быстрая. А вот если тебя сожрали, готовься перезапускать мир с последнего сохранения. Или тебя могут поднять твои напарники, если ты играешь в кооперативе. Мало ей твоих мягких булок, она еще время от времени пытается вгрызться в плод. И если не отогнать ее, она откусит от него маленькую часть. И так раз за разом, пока не останется вообще ничего. Откусывает она за раз по квадрату, которыми мы и строим. И если на квадрате стояло что-то, это что-то сгинет в пучине, чем бы оно не являлось. Хоть дорогим изобретением, хоть складом с кучей ресурсов. Поэтому срочно нужно обживаться копьем. Да лук еще далековато. Вот этим вот копьем акулу можно отогнать. Трех тычков достаточно. Однако стоит поторопиться. Затем нужно починить покусанный квадрат или построить новый, если ресурсов уже в достатке. Можно, конечно, армировать этот кусок железом, но уж больно этот ценный ресурс. И еще не скоро его будет в достатке. Ведь пока что вы плывете на маленьком неуправляемом плоту и жаете редиску. Всякие стеночки, домики, гамаки — это все гедонизм. Необходимо развивать инфраструктуру, хотя бы даже в таком гротескном виде. К примеру, превратить плывучее недоразумение в подобие шлюпа. Поставить штурвал, парус, якорь в виде ведра с камнями. Вот тогда уже можно не только весело проплывать мимо островков, но и причаливать к ним. На островках можно добывать особые ресурсы, помимо остального. Короче, опустошаем все. Рубим деревья, собираем плоды, листья, выкапываем грязь, цветы и все это переносим на плод, после чего он потихоньку начинает приобретать божеский вид. Также стоит проверить прибрежное дно на наличие всякого хлама, который почему-то является не металлом, а именно хламом, а также на наличие руды и прочего песка. Все это перерабатывается в домнах в слитке и используется для построения все более совершенных конструкций. Опреснители из говна и палок постепенно превращаются в стеклопластиковые, затем и вовсе в электрические. Якорь становится похожим на самого себя, а если поднатореть в орочих технологиях, то можно построить замечательные моторы, запитать их говном смешанным с медом и рвануть на всех парусах в неведомые дали, дабы исследовать сюжет. Да, как и любая выживалка-песочница, Рафт поначалу увлекает своим разнообразием. Увы, несмотря на действительно серьезный потенциал развития, она пока находится на довольно низком уровне проработки возможностей. Изобретаемых технологий явно мало, возможности по совмещению предметов тоже какие-то странные. Опять же, почему явно металлический хлам перерабатывается не в железо, а именно в хлам? То есть гвозди из него мы делать можем, причем без станка, но это ладно. А на что-то нужны именно железные слитки. Часто изобретения в своей комбинации ресурсов просто невыгодны. К примеру, далеко не всегда есть смысл готовить суп на дорогой плите, вместо того, чтобы просто пожарить рыбу и тут же ее сожрать. Потому что иногда какая-то мелочь требует просто огромного количества ресурсов, а толку от нее чуть, особенно если учесть, что используемые в игре предметы имеют шкалу, после сечения которой ломаются. Так что изобрести лук и вечно с ним бегать не выйдет. И это уж не говоря о том, что в игре гора условностей. Опять же, взять вот изобретение. Чтобы накрафтить десяток стрел, десяток, нужно почти десяток досок и несколько камней и веревок. Причем веревки довольно-таки длинные, а камни размером с два кулака. Да из этого количества ресурсов можно скрафтить целую гору стрел, но нет, всего горстку или две. И так почти всегда. На вскидку я не смогу назвать ни одной конструкцией, которая визуально и логически потребляла бы именно столько ресурсов, сколько на нее ушло. Кроме разве что фундамента плота. То есть с балансом тут явные проблемы. Предметы, если их оставить надолго на земле, исчезают. Мы так однажды чуть не профукали весь плот, когда решили делать перестройку. Изготавливаются предметы одними и теми же инструментами. То есть что песок, что титан, все переплавляется в одной и той же глиняной печке. Какие-то деревья рубить можно, какие-то нельзя. Грязь и песок копаются только в специально отведенных для этого местах. Камни добываются только с морского дна. Хотя, казалось бы, почему? По мере прохождения сюжета будут попадаться острова с постройками. И там будет все. Верстаки, кузницы, компьютеры, картины, шины, инструменты. Целые полностью оборудованные жилые вагоны, просто ломящиеся от изобилия. Ничего из этого ты не можешь забрать с собой на плот ни в каком виде. В сабнафтике тоже не все увиденное можно было изобретать. Но основные технологии перенимались. В этом и был один из ее плюсов. Тут же ты будешь облизываться на красивые хоромы и возвращаться в свою орочую плывучую коморку. Именно в такие моменты, когда игра начинает уже надоедать в аспекте исследования и воспроизведения технологий, ты понимаешь, что тут, знаете ли, теперь есть сюжет, да. Он заключается в том, чтобы построить компьютер и радар и плыть по координатам, пытаясь понять, куда же исчезла цивилизация и другие люди. Как-то он меня, знаете ли, не увлек. Сюжет. Вот уж не знаю почему. Мне совершенно неинтересно было читать про очередных ученых, растопивших полярные льды. Как же это, блин, заезжено. Фактически, как в фильме «Водный мир». Честно, сюжет мне наскучил еще быстрее, чем развитие. И усугубили ситуацию другие факторы. Например, очень неудобный интерфейс. Есть отдельный инвентарь, квадратный, вот этот. А есть еще полоска быстрых слотов. Это тоже инвентарь, а не просто ссылки на предметы. Часто все забивается хаотично и, в принципе, управляется как-то коряво. Очень легко по ошибке выкинуть предмет, и он просто провалится в текстурку. Кстати, текстурки тут тоже так себе. Это я об общей визуальной составляющей. Графика тут условность. Хорошо. Качеству текстур придираться не буду, как и к детализации. Хотя та же Сабнафтика или Дон Старов тут на 100 голов выше. Ну, допустим, у них больше финансов. Хорошо. Если ты попробуешь занырнуть на глубину, то поймешь, что напрасно уворачивался от акул, или даже убивал ее. А да, ее можно убить, просто приплывет потом новая и заступит на смену. Суть в том, что дно будет просто дном. Без единого камешка, без единой водоросли. Острова построены по шаблонам. Это неплохо. Плохо что-то есть шаблоном в штуке 3-4. И уже после второго-третьего встреченного острова ты начинаешь задаваться вопросом. Погоди, я тут уже был что ли? Нет, не был. Просто острова похожи, как две капли воды, и лут на них идентичный. Мир генерируется частично рандомно, частично статично, в зависимости от того, когда ты пошел по сюжету. Да и на самом плоту убранства какой-то квадратно-кнездовое нет такого, знаете, хаотического уюта. Мир игры не детализирован визуально никак. Вообще. Он пустой и в буквальном смысле лысый. Однако, огульно ругать эту игру я бы тоже все-таки не стал. Это гринлайтовская поделка за 50 копеек, в данный момент находящаяся в раннем доступе. Вообще, мой девиз – ранний доступ, да ну нахер. Но тут ситуация была особая, совместный стрим. И вот что я вам скажу, наиграв в игру больше 15 часов. Сейчас разработчики потихоньку начали добавлять сюжет. Раньше оно было чисто, на стиле такой, песочницей. Сюжет, конечно, важен, но лично я бы дольше прожил в бессюжетной, но качественной песочнице, чем в сюжетной и скудной. У нас пока последний вариант. На мой взгляд, силы стоило бы сосредоточить на проработке геймплейных возможностей, на оттачивание механик взаимодействия героя с миром, на доработке качественного, в общем-то, кооператива. А на данный момент игра очень… Ну ладно, не прям так, чтобы уж скучная, но, скажем так, ее очень ненадолго хватает. Она и рядом не лежит с Абнафтикой, с Дон Старвом, да даже с How to Survive, не говоря уже о более продвинутых коммерческих выживалках. Поэтому я буду очень рад, зайдя в игру года так через два-три, обнаружить, что игра действительно преобразилась в виде из раннего доступа и дотянула хотя бы до уровня Фореста, не просто преподнеся нам свой потенциал как факт, да, а еще и реализовав его. А пока что эта игра совсем не для каждого, на максимум десяток часов, которой я все же предпочел бы какие-нибудь иные проекты. Редактор субтитров А.Семкин